Добрый день, уважаемые зрители канала Двигателя Дуйнова, а также все участники проекта Sowellmash. С вами, как всегда, Александр Сударев и вы находитесь в нашей неизменной студии. Дело в том, что многие из вас ждали информации касательно мотор-колес. Что же с ними происходит, какие работы были выполнены, где производство и почему о них ничего не слышно. Но если вы вспомните, то на передаче «Экспертное время» Дмитрий Александрович Дуйнов неоднократно говорил, что работы с мотор-колесами ведутся и что о результатах этой работы вы узнаете одними из первых. И настал тот день, когда мы продолжаем традицию говорить о сделанных фактах, а не о том, что предстоит нам воплотить в жизнь. На сегодняшний день специалисты Sowellmash разработали новое решение крепления мотор-колеса. Раньше использовали стандартные методы, но сегодня мы говорим о сразу комбинированном решении. Это интеграция подвески в само мотор-колесо. Теперь конструкция будет выглядеть следующим образом. Появится консольная часть, появится возможность регулировать клиренс подвески, значительно снизится неподрессоренная масса и по большому счету будет показано очень много плюсов. Но для того, чтобы все это было реальностью, нам необходимо было разработать общий конструктив мотор-колеса с условием возможности интеграции в подвеску и не просто интеграции, а мотор-колесо теперь стал частью этой подвески. И также необходимо было решить задачу, связанную с энкодером. Все это на сегодняшний день было реализовано и теперь это решение не только разработано, но и является интеллектуальной собственностью. А об этом чуть подробней расскажет наш ведущий специалист Яна Теплова. Она также находится в нашей студии и по роду своей деятельности она занимается не только испытанием асинхронных электродвигателей и обработкой полученных результатов, но и также имеет непосредственное отношение к работе с патентованием. И я думаю, сейчас она более подробно расскажет о том, что уже было сделано. Да, Саша прав, что проект по мотор-колесу не заглох, работа идет. В частности, патентная работа, она идет своим чередом. И вот о том решении, о котором Александр рассказал, у нас есть новости. Было принято решение о выдаче патента на изобретение. Вот оно у меня в руках, мы его позднее вам тоже можем показать. Заключение и отчет о поиске в частности. В результате экспертизы заявки по существу установлено, что изобретение относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентоспособности и так далее. Приоритет установлен по дате подачи заявки, то есть с 21 апреля 2020 года. Ну, чтобы было понятнее, расскажу о том, что приоритет по патентам на изобретение, прообычный образец, полезную модель устанавливается по даче заявки. То есть, когда зарегистрирована ваша заявка, ее принимают в работу, и тогда вы потенциально получаете приоритет. Если принято решение о том, что вам выдают патент, этот патент начинает действовать задним числом с даты подачи вашей заявки. То есть, через некоторое время мы уже оплатили пошлину, мы получим на руки патент и обязательно вам об этом сообщим. Ну, то есть, фактически на сегодняшний день можно уже утверждать, что патент уже есть, но он до нас еще не добрался. Ну да, ну, сначала мы получаем извещение о том, что мы это получили, уплачиваем пошлину за регистрацию патента, выдачу патента, как все это описано. ФИПС обязательно об этом сообщает, и затем вам высылается патент, который вы далее используете, поддерживаете, при необходимости коммерциализуете, передаете кому-то права, то есть работаете с ним, как с полноценным документом. Ну, сейчас можем сказать, что патент у нас будет на это решение. И, возможно, на дальнейший также, но пока это в процессе. Ян, очень интересный вопрос, я думаю, который будет многих мучить. Вот данный патент, то решение, которое в нем предложено, это касательно какого-то конкретного габарита мотор-колеса, либо это общий принцип применения и создания такой некой, в роду, новой подвески? Ну, в части описания это общий принцип, его можно применить к различным габаритам, потому что габарит в явном виде не указывался. И в данном случае он не будет являться существенным признаком. Существенным признаком является именно то, о чем ты сказал, это соединение силовых элементов с подвеской и мотор-колесом. Ну, то есть, фактически я от себя добавлю, что данная схема, данный конструктив мотор-колеса позволит применять его не только на велосипедах, мотоциклах, автомобилях, БТРах, возможно, даже какой-то другой тяжелой технике. Это действительно принцип, который позволит добиться очень серьезных результатов. И если вам интересно, о чем же мы говорим более подробно, то обязательно пишите свои комментарии, мы постараемся рассказать вам об этом более, возможно, даже наглядно и подготовим некоторые иллюстрации. Ждем патент. Продолжаем работать дальше. Ждите новостей. Дальше будет больше и интереснее. И я думаю, вы должны уже привыкнуть к тому, что специалисты СОВЛМАШ говорят о том, что было сделано, а не о том, что планируется. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова